Приветствую, Александр Олегович. Привет, Роман. Саш, сегодня беседа на тему нашей психика и Сома. В своем единстве это разумные объекты для исследований. Ты добавляешь здесь, а я бы хотел эпиграфом к этой беседе привести предложение из 15-го параграфа Органона Ганнумана. Вот такое замечательное издание, 6-е издание под редакцией Высочанского. Здесь есть такое предложение. Организм является на самом деле материальным инструментом жизни. Но его нельзя представить без оживляющего влияния инстинктивно воспринимающего и действующего двигателя. Так же, как и жизненная сила немыслима газорганизма. Следовательно, вместе они составляют единое целое, хотя и в мыслях, и разделяются нами ради удобства их понимания. Самеил Ганнуман. Ну, гений, а что? А кто-то против? Все только за. Ну, хорошо. Для начала все-таки вернемся к вопросу о том, что же происходит с человеком, когда на его психику воздействует какой-то очень мощный стрессирующий фактор. Тут есть одна очень важная особенность. Давыдовский, Анохин, Ухтомский и прочие показывают нам однозначно, что один и тот же воздействующий фактор у разных людей, ну или у одного и того же человека, но в разное время, вызывает совершенно разные ответные реакции. И в то же самое время разные по характеру факторы воздействия вызывают идентичные ответные реакции. А почему? Анохин в своих экспериментах объяснил нам это. Основной причиной, которая, собственно, инициирует запуск любой адаптивной реакции, то, что мы привычно называем болезнями, служат эмоции. По сути дела, по данным Селье, Веденского, Ухтомского, чрезвычайные эмоции способны убить. Это очень важно. Это отправная точка. Но для нас не менее важно и то, что один и тот же раздражитель в разных обстоятельствах может вызывать разные эмоции. Этим обусловлены и различия ответов. Мы врачи. И нас интересует прежде всего то, какие ответные реакции мы будем наблюдать у человека. И вот тут без миазматики не обойтись. Любая ответная, прежде всего, психическая реакция человека неизбежно будет векторизирована в рамках того или иного миазма. Это с одной стороны. И с другой стороны, миазматическая окраска этой самой ответной психической реакции будет определять весь ход дальнейшего развития событий. Действующий фактор или комплекс факторов может быть идентичным в разных случаях. А вот восприятие, воздействие этого комплекса факторов психикой различных людей, ну или у одного и того же человека, но в разные времена, будет очень не схожим. Ну вот, к примеру, возьмем такой вариант действующего комплекса. Не старый мужчина, служащий, представитель офисного планктона. В утренних новостях за завтраком слышат о том, что в мире кризис, что фирмы раззаряются, производство падает, покупательная способность обрушена. Все плохо, но не теряйте надежду, будет еще хуже. В газете, которую он читает по дороге на работу, большая статья на тему, что регион, где он проживает, дотационный, депрессивный, единственный выход – режим жесткой экономии. На любимой работе народ занят обсуждением грядущих сокращений. Говорят, оставят только самых опытных из молодых. А опытные, но не молодые. А чего все так на него посматривают? Дома встречают любимая жена с очередной серией причитания на тему «Зачем я вышла замуж за это дичтожество?» Другие вон, ого, а ты обритая бездарь, даже денег на третью новую шубку для бедной и любящей женушки принести не способен. Тут мы имеем одновременно и выраженное эмоциональное воздействие на трех популяционных уровнях. Макро-уровень настигает этого человека через средства массовой информации. Уровень непосредственно общения – рабочие отношения. Ну и микро-популяционный уровень – его семья. И как это часто бывает, на всех трех уровнях векторы всех трех воздействий направлены в одну точку, в одну сторону. Ты – ничтожество. Все очень плохо. Можно сказать, что сформирована эмоциональная сверхдоминанта. Но восприятие действия этого комплекса может быть совершенно различным. Компенсированная псора, обдумав ситуацию, решит, что это еще не самое плохое. Главное, чтобы не было войны. И продолжит спокойно работать. Декомпенсированная псора продолжит потихоньку работать, но будет строить воздушные замки, лить горькие слезы по возможности в тихушку. Однако так, чтобы кто-нибудь это обязательно увидел. И все узнали о том, какая она несчастная. И, может быть, пожалели ее. Компенсированный СИКО станет работать еще больше. С гордостью сообщит руководство, что вот, мол, его приглашали на работу конкурентом, как ценного работника. А его действительно приглашали. Но он, как верный и лояльный сотрудник фирмы, с негодованием отверг все эти предложения. Вот такой он. Ценный. Декомпенсированный СИКОС. Либо тихонечко подсидит и интригами выживает всех, мешающих ему продвинуться в карьере. СИКОС – недостаток. Либо затеет шумную пиар-компанию на тему, какой он весь из себя значительно успешный, как у него все лучше всех. И, как же, барабан у него, конечно же, от Страдивари. Поэтому его ценить нужно, ему нужно поклоняться. Компенсированный туберкулини всю эту ситуацию воспримет с восторгом. Либо предложит 10 новых и вполне реальных способов увеличить доход фирмы. Либо, задрав хвост, счастливыми скачками унесется совершенно другую область деятельности. Предварительно сообщив любимой жене, что она, конечно, горячо любима, но жить с ней вот прямо сейчас ему скучно, потому им нужно пожить отдельно. Декомпенсированный туберкулини наденет любимую кожанку, вскочит на верный байк, заявится в офис, потрясаясь свежеокрашенным ирокезом, набьет морду начальнику, его заместителю, в кармане 2 рубля, пачка сигарет, есть немного анаши, и впереди простор до горизонта. О, бабуля дорогу переползает, это она зря, дома сидеть нужно было, кайф, что-то недалеко улетело, может, к дождю? Кайф. Сифилини в компенсации обязательно найдет возможность зациклиться на чем-то, например, его детей могут исключить из вполне престижного колледжа. Ну да, со снижением его финансового статуса такое, в принципе, вполне возможно, но вот прямо сейчас этой угрозы нет, но в его реальности это уже совершенно существующая проблема. И тут есть много вариантов того, какую именно сверхидею он родит. Угроза бедности, он начнет хватать сверхурочной, найдет одну, вторую, третью дополнительной подработки, пусть ночью, пусть без отдыха, но дети должны иметь все. Или он решит, что нужно просто все как следует объяснить этому доброму человеку, директору колледжа, и он будет раз за разом подкоруливать беднягу в самых необычных, неожиданных местах, чтобы снова и снова вдалбливать ему, какие у него замечательные дети, почему их ни в коем случае нельзя исключать из колледжа. Результат его усилий будет, скорее всего, обратным, обожидаемым, у какой директор станет долго терпеть подобную навязчивость. Но в делюзии компенсированности Филиника все очень просто. Это он недостаточно полно и хорошо объяснил ситуацию доброму директору, а это значит, что нужно повторить объяснение еще раз, и еще не один раз. Например, ночью залезть к нему в окно, чтобы прямо в постели на ухо объяснить ему, какие у него хорошие дети. Декомпенсированный Сифилиник точно так же найдет возможность зацикливания на какой-то сверхидеи и будет следовать ее велению, как носорог. Все знают, что у носорога плохое зрение, но все ли знают, что его плохое зрение – это уже не его проблема? Что там на родине моталось? Что под ногой хрупнуло? А какая разница? Есть цель, которую нужно достичь. Эмоций нет. Есть только задача, которую нужно обязательно решить. Сверхидея его может быть совершенно абсурдной. Вы что-то сказали? Да, это важно. Да, я это сделаю. Как только найду большую серую скрепку, да, серого цвета такая скрепка, которую вчера положил на край своего стола. Да, я понимаю, что звонок важный, пусть перезвонят, я ищу скрепку. Я сам ее вчера положил вот сюда. Да, я слышу, что меня вызывает начальник. Как только я найду скрепку, я обязательно к нему зайду. Да, я понял, что документы не готовы, что заказ сорван, что я могу искать другое себе, другое место работы. Я все понял. А вот тут скрепка была, вы ее не видели? Понятное дело, что не любая эмоция вызовет в жизни формирование адаптивного компенсационного механизма болезни. Но если интенсивность эмоционального переживания превышает некий индивидуальный для каждого человека уровень, некую пороговую величину, то организм сталкивается с дилеммой либо погибнуть, сойти с ума, разрушиться как личности, либо компенсировать этот сверхэмоциональный комплекс за счет развития адаптивной реакции, за счет развития болезни. Учитывая неизменную уникальность формирующихся эмоциональных комплексов, запускающих процессы компенсирующего адаптоза, этот самый адаптоз на сумме также неизбежно будет уникальным. А в результате мы имеем то, что называется хроническим заболеванием. В чем биологический смысл происходящего? Мы сохранили основные функции представителя вида за счет некоторого снижения функциональных возможностей его тела. И пусть на фоне худшего качества жизни, но индивидуум еще может прожить достаточно долго, что, собственно, и нужно для популяции. Давыдовский описывает этот процесс следующим образом. Формы приспособления поистине безграничны. Не только меняется интенсивность обычных форм приспособительных реакций, уравновешивающих организм со средой. Но существуют и такие реакции, которые болезненно преодолевают конфликт со средой и создают субъективно болезненную жизненную ситуацию, порождающую, однако, в конечном итоге, новое уравновешивание. И еще одна очень важная мысль Давыдовского, хоть она и длинная, но я не могу ее не привести. Способность саморегулирующих систем отвечать с помощью предопределенных механизмов биотехника исключает возможность трактовки болезни как простого нарушения нормальной программы здоровья. Всякая болезнь, всякий патологический процесс внутренне программирован. Природа даже в состоянии хаоса может действовать только правильно и слаженно. Патогенез внутренне детерминирует развитие патологических явлений, он же их и ограничивает, в многообразии действия. Такое многообразие уже не требует многообразия действующих причин. Принципиальное отличие патогенетических, как и всех комплексных физиологических реакций, в том, что они имеют стихийный характер и, как все биологические процессы, не подчинены антропоморфной идее полезности конечного эффекта. Эта полезность всегда относительна. Исходы патологических процессов отнюдь не предполагают обязательного возвращения к норме. Правильнее сказать, такое возвращение предполагает новую норму физиологического, а частный морфологического состояния. Саша, здесь один пример я бы хотел привести. Не могу не привести. Мы возьмем две рубрики. Одна рубрика, которая будет характеризовать случай с служащим офисного планксона, который ты привел, заболевание от плохих новостей. В нашем менталитете, в нашем представлении, если что-то происходит плохое, это плохое может вызвать плохую реакцию. Плохие новости могут вызвать болезнь. Нам это известно, мы можем в реперториум пойти и посмотреть. А как быть, если заболевание возникает из-за смеха, из-за радости, из-за чрезмерной радости? Это как раз характеризует то последнее предложение Давыдовского, о котором ты сейчас привел. И в нем есть, мне кажется, важное очень слово целесообразное. То есть, когда происходит эта реакция, организму это необходимо, но и у организма тоже есть свои пределы. В рамках этих пределов образуется болезнь, как адаптивная реакция организма. И, с одной стороны, заболевание может возникнуть от плохих новостей. А, с другой стороны, заболевание может возникнуть от хороших новостей. Главное, не что влияет, а как мы реагируем. Если ты позволишь, я могу даже показать эту рубрику. Это в двух словах. Надеюсь, это здесь будет. Виден экран, да, Саша? Слушай. Вот если мы берем рубрику заболевания от чрезмерного веселья, здесь просто от веселья. Смотрите, 51 препарат в имяопатии, и самый главный из них – кофея. Именно та кофея из того кофе, который приводит нас в такое возвышенное настроение, состояние. Если же мы возьмем здесь рубрику заболевания от плохих новостей, здесь уже будет 74 препарата. И видите, насколько насыщена эта табличка. Сколько препаратов есть, сколько разных других характеристик еще должны включать в себя эти картинки, чтобы прийти к конкретным гомиопатическому препарату. Вот таких две иллюстрации. Если у тебя нет комментариев, то тогда пойдем дальше. Ну, ну, что комментировать? Ну, может быть, все же. Хорошо, давай немножко все-таки пошагаем дальше. Да. Настал момент, когда нужно вспомнить о том, что все биологические системы это системы открытые и неравновесные. Подобные системы изучаются с использованием синергетических систем анализа. Но у нас, в нашей конкретной проблеме здесь и сейчас интересует интересует только то, что синергетика постулирует обязательное наличие в неравновесных системах зону устойчивости аттракторов. Пригожин и Николис определяют аттрактор как режим состояния, в котором тяготеет система, или, как пишет Хакен, устойчивый фокус, в котором сходятся все траектории динамики системы. Герман Хакен Синергетика Москва Мир. Причем тот же Хакен указывает, что аттракторов может быть несколько и даже много в зависимости от уровня сложности систем. Что это значит для нас? Как это можно себе представить? Для наглядности вообразим себе шарик, катящийся по плоской поверхности. Траектория его движения зависит от первичного импульса. И остановиться он может в любом совершенно на случайном месте. Но если плоскость, по которой ему нужно катиться, покрыта конечным количеством воронок, жестко граничащих друг с другом таким образом, что на границе между воронками шарик удержаться остановившись не сможет, обязательно скатиться в одну из воронок, то тогда картинка меняется. Куда бы ни катился наш шарик по этой поверхности, остановится он только в одной из этих воронок, а их количество конечно. и все траектории возможного движения шариков на этой поверхности неизменно окончатся внутри одной из этих лунок. И что важно, в одну и ту же лунку можно попасть многими разными траекториями. Эти воронки или лунки и есть образ аттрактора. То есть множество действующих факторов в конечном итоге рано или поздно направляются в какую-то одну зону, в одну из нескольких десятков и сотен зон. Сколько нозологий, столько аттракторов. По сути дела, наши нозологии это и есть биологические аттракторы. Конечно, существует небольшая вероятность, что скорость движения шарика по нашей воображаемой поверхности будет слишком великая и тогда по гребешкам лунок шарик может проскочить всю поверхность до самого края, выскочив за границы поверхности. Это очень грустный для нас вариант, но возможный. К счастью, очень нечасто. В жизни такое называется, например, он умер от горя или он умер от счастья. То, о чем ты говорил, Роман. Если вернуться к биологии, то те нозологии, что присуща конкретно нашему виду, как и любому другому, это именно аттракторы, устойчивые, оптимальные, отработанные эволюционно в тысячах поколений и генетически детерминированные варианты адаптационных решений. Суть существования этих аттракторов и их биологическая ценность, способность поступиться оптимально малым для сохранения максимально большого. Необозримое количество воздействующих на нас факторов в конечном итоге фокусируется в той или иной точке, в аттракторе, как шарик в лунке. И организм, приспосабливаясь к воздействию этих факторов, адаптируется к конкретной болезнью. Количество заболеваний, прописанных в нашем геноме, конечно, так и количество аттракторов на любой поверхности, также конечно. Да, иногда мы наблюдаем такие варианты развития событий, когда воздействие комплекса причин настолько интенсивно, что компенсирующее заболевание просто не успевает развиться, и человек или погибает, или теряет рассудок, разрушается как личность. Но вернемся к тому факту, что в живом, на любом уровне его организации всегда наличествует механизм всех трех миазмов. И мы определили еще одну грань понятия миазм, учитывая все сказанное выше и главное первоочередную роль эмоционального ответа на раздражители, мы должны добавить к определению миазма еще одну характеристику. Миазм это, кроме всего прочего, вектор восприятия психики пациента реалий происходящей действительности. Для нас это, пожалуй, самое важное из тех задач, которые решает организм с помощью миазматики. Таким образом, полное определение миазма, исходя из задач медицины, не общебиологической, а именно медицины, будет приблизительно таким. Миазм это вектор психических реакций личности, реализующийся в ответ на действия комплекса раздражителей и диктующий вектор ответных компенсаторных реакций на СОМе. Подчеркну, подчеркну, это определение миазма для медицины в рамках интересов медицины, но не для биологии. Для биологии там все намного больше, намного шире, намного даже интереснее, можно сказать, но это выходит за рамки наших интересов. Здесь возникает любопытный вопрос, а с чем связана миазматическая специфика ответов, прежде всего на уровне психики? Многократно слышалось и читалось о том, что миазматическое влияние наследуется из поколения в поколение. Однако эксперименты на однояйцевых близнецах показывают, что основные психические проявления, которые демонстрируют нам векторизацию по одному из миазмов наследственными не являются. Близнецы, воспитанные в разных условиях, демонстрируют разную миазматическую доминанту. Все зависит от того, в каких условиях и кто их воспитывал. Это приобретенные феномены, навязанные личности социумом, в котором происходит ее развитие. В туберкулиническом социуме мы с вероятностью в 100% будем ожидать развития у личности аналогичного восприятия действительности, если не предлагать специальных усилий в нужном нам направлении. Да, действительно, отслеживая особенности миазматических проявлений в нескольких поколениях одной и той же семьи, мы реально видим, что миазматические феномены сплошь и рядом воспроизводятся из поколения в поколение. Это дает почву для предположения о наследуемой природе миазмов. Но разве кто-то отслеживал миазматический спектр социумов, в которых проживает изучаемая семья все время данного исследования? Пока таких исследований не производилось, поэтому вопрос на настоящий момент остается открытым. Но в самом деле, если у вас три поколения этой семьи, исследуемой семьи, живут в состоянии недоедания, вы можете сказать, что да, это у них настоящий фактор, понимаете, они вот папа был точьше, дедушка был точьше, прадедушка был точьше, и вот эта вот остыничность, у них это наследуемый фактор. Ребята, попробовать покормить не пробовали? Ну, идем дальше. До сих пор мы с вами говорили о миазмах и о клинике миазмов, делая упор в основном на психику, на проявление миазматики на этом уровне. Соответственно, соответствие клиники миазмов на соме, на физическом уровне подразумевалось обязательно по фигуре умолчания. То есть, человек находится в сикозе. И по фигуре умолчания мы считаем, что у него на психике сикоз и на соме тоже сикоз. И пока мы исследуем некую умозрительную идеальную модель типа физического коня в вакууме, это вполне логично и красиво. Но стоит обратиться к группе идеальной практики, когда данные красивости просто обрушиваются. А в чем дело? Каждый раз при очередном прочтении органона я спотыкался вот об это замечание Ганемана. Как часто, например, сталкивались мы со спокойным, мягким характером пациента, годами мучимым, наиболее болезненными заболеваниями. Так что врач невольно относится с уважением и сочувствием к страдальцу. Но если болезнь подавляется, и здоровье пациента восстанавливается, как часто бывает в гомеопатической практике, он часто бывает узумлен и напуган страшными изменениями в характере пациента. Он часто становится свидетелем проявления неблагодарности, бессердечной, изощренной злобы и самых постыдных и разрушающих личность наклонностей, которые были свойственны пациенту до того, как он заболел. То есть, те, которые были терпеливыми, когда были здоровы, часто становятся упрямыми, резкими, торопливыми и даже нетерпимыми и капризными, или раздражительными, или потерявшими надежду, когда заболевают. Ранее целомудренные и сдержанные часто становятся похотливыми и бесстыдными. Обладающий светлым умом человек нередко становится тупым, в то время, как обычно слабоумный становится рассудительным и вдумчивым. Человек, медленно принимающий решения, иногда приобретает большое присутствие духа и скорость принятия решений и так далее. Примечание к 210-му параграфу 6-го органома. При прощении же самого 210-го параграфа мне бросились в глаза вот эти слова мастера. При всех так называемых телесных болезнях состояние расположения духа и ума всегда изменяется. И во всех случаях болезней по поводу лечения, которые к нам обращаются, состояние духа пациента должно особенно учитываться наряду с совокупностью симптомов. Если мы хотим представить точную картину болезни, чтобы быть в состоянии успешно лечить ее гомеопатически. Что очень важным показалось мне в этих высказываниях Ганемана. Первое. Проявление болезни на уровне сомы всегда сопровождается изменениями духа и ума пациента. Мало того, развитию болезни всегда предшествует изменение психики пациента, как правило, имеющие асоциальный характер того или иного уровня. Изменение симптоматики на уровне сомы вовсе не обязательно соответствует наблюдаемой психической картине пациента. И каждый раз эти уровни нужно исследовать отдельно. Уровень симптомов сомы и уровень психики состояния духа пациента. Это одно. Далее, при изучении примечаний к этому параграфу мы видим интересную динамику. Пациент давно мучен тяжким физическим заболеванием. И пока он этим заболеванием мучится, мы сталкиваемся со спокойным мягким характером пациента. Но что дальше? Если болезнь подавляется и здоровье пациента восстанавливается, как это часто бывает в гомеопатической практике, он часто бывает изумлен и напуган страшными изменениями в характере пациента. Он часто становится свидетелем проявления неблагодарности, бессердечия, зачленной злобы и самых постыдных и разрушающих личность наклонности, которые были свойственны пациенту до того, как он заболел. Читаем, думаем, но если болезнь подавляется и здоровье пациента восстанавливается, как часто бывает в гомеопатической практике, в случае подавления заболевания возвращается видимое здоровье, факт известный регулярно демонстрируемый в практике аллопатии. Но просто как ремарка, Ганеман отмечает часто встречающийся вариант подавления заболевания в результате гомеопатического лечения. Думаю, одной этой ремарки мастера достаточно, чтобы раз и навсегда прикрыть полемику на тему может ли быть или не может быть подавление при неверном использовании гомеопатических средств. Ганеман прямо указывает подавление в результате гомеопатического вмешательства бывает часто. Но мы еще вернемся к этому вопросу в дальнейшем. Далее мастер указывает на то, что подавление физической симптоматики немедленно приводит к страшным изменениям в характере пациента. Очень важно для нас замечание при этом к пациенту возвращаются те черты характера, которые были свойственны ему непосредственно перед заболеванием до болезни. Подчеркиваю черты характера, которые предшествовали болезни. То есть странная особенность. Формально описывается движение процесса по Герингу возвращения давней симптоматики. Но в то же время Ганеман указывает, что это по сути подавление. И как это понимать? Далее Ганеман перечисляет разные варианты таких изменений характера. Мастер показывает результат своих наблюдений за течением заболеваний. Сначала меняется психика пациента в негативную сторону, потом развивается заболевание и по мере развития болезни психика меняется по благоприятному для социума вектору. По сути дела развитие всех заболеваний идут именно по этой цепочке. Работы Павла Вухтонского Анохина приводят нас к пониманию того, что в развитии заболеваний первично состояние эмоционального фона. Ранее мы разобрали этот вопрос. Для гомеопатии традиционное убеждение о том, что соматические изменения компенсируют изменение психического плана. Любой гомеопат это наблюдал много крат. Эта убежденность подтверждается работами гениев русской физиологической школы. То есть мы опять видим тот же самый принцип минимизирующей адаптации. Организм готов пожертвовать благополучием своей части ради сохранения главного своей целостности как личности. И когда возникает дилемма либо согласиться с распадом личности и исчезнуть как личность, либо согласиться на существование в менее комфортных условиях, в условиях адаптоза того или иного уровня, организм неизмерно выбирает последний вариант. И вот на фоне всех этих размышлений я снова вернулся к 210-му параграфу и обратил внимание на коротенькое слово в нем. Состояние духа пациента должно особенно учитываться наряду с совокупностью симптомов, если мы хотим представить точную картину болезни. То есть что? Мы отдельно собираем совокупность соматических симптомов, и это один объект нашего исследования, и наряду с ней, с этой совокупности мы должны оценивать состояние духа, теречь психическую симптоматику, обратите внимание, не внутри этой совокупности, а наряду с нею. То есть симптоматика на психическом уровне мастерам выводится в совершенно отдельный объект изучения. Кроме того, мы уже достаточно знаем о миазматике, чтобы обратить внимание вот на какую деталь. когда Ганеман пишет об изменениях характера, сопутствующие либо подавлению клинических проявлений на соме, либо изменению клиники под воздействием грамотной терапии, мы видим четкие изменения миазматической векторизации на психике. Вот первый пример, где мастер описывает изменения происходящие при подавлении клиники неграмотной терапии. Мы видим, что все начинается с того, что у пациента превалирует явно декомпенсированный миазм на психике, скорее всего досикоз. Пациент становится достаточно асоциальным, что совсем не способствует выживанию популяции. И включается механизм адаптоза. Развивается болезнь, в результате которой психика пациента мигрирует к ссоре. Вероятнее все капссоре, компенсированной ссоре. То есть пациент становится добрым, мягким, удобным, замечательным человеком, с которым приятно общаться, которого любишь, уважаешь и все. Но вот нашелся добрый доктор, который взялся больному вылечить его заболевание. Смотрите, казалось бы, мелочь, но именно эта мелочь определяет стратегию проводимой терапии. Лечится болезнь. Или, как мы уже понимаем, все действия доброго доктора направлены на разрушение компенсатора. Разрушается компенсатор, болезнь разрушается. И та проблема, с которой все начиналось, немедленно всплывает во всей своей неприглядной ноготе. Психика пациента возвращается к исходной точке, то есть к десикозу. И лечащий врач неприятно удивлен резким изменением психики своего пациента. Он становится жутко неприятным типом. В лучшем случае он раздражен, они же их не встречают. Пришел к дерматологу, получил лечение, а с депрессией приходит к другому специалисту или с пневмонией. Если происходит такое изменение, как описывает Ганеман, то они встречаются достаточно быстро, но в суде. Потому что пациенту явно не устраивается это дело, он немедленно подает жалобу в прокуратуру, и врач решается лицезией и так далее. В случае, если пациент не важно, что будет человеком, ему важно подкаривать. Абсолютно да. Осознав все это, я решил посмотреть, что получится. Проанализировав несколько десятков случаев по такому принципу, особенно в случае с длительным катамнозом, я обратил внимание на то, что очень часто клиника на уровне психики миазматически не соответствует клинике на уровне соматики. Это было непросто заметить, потому что в клинике миазмов на уровне психики в доступной мне литературе была заметная путаница. И чтобы разобраться, мне пришлось, переворошив всю доступную информацию и перепроверив ее в собственной клинической практике, попытаться сформировать относительно ясные логичные клинические образы четырех миазмов на уровне психики. И только после этого мне стал доступен анализ миазматической доминанты на интересовавшем меня уровне. Результат этой работы был представлен в предыдущих беседах. Сама идея проста. Уровень психики это то, что нужно компенсировать организму для того, чтобы сохранить свою целостность, свое я, свою личность. Как следствие, на уровне психики мы видим или компенсированный или декомпенсированный миазм. Уровень сомы это то, за счет чего происходит компенсация. Но и тут опять же наблюдается определенная последовательность, очередная. Например, проявление десифилиния на психике организм будет пытаться последовательно компенсировать сначала за счет псорических проявлений, далее развиваются сикозы, когда организм уясняет, что за счет психотических механизмов эти проявления компенсировать не получается, дальше идет попытка компенсировать на уровне дуберкулиния и в случае недостаточности такой компенсации проявления сифилиния уже на соме. То есть десифилиния компенсируется сифилинием, но на соме. Хотя все зависит от интенсивности. Я не знаю, поймите, ребята, одному человеку невозможно объять необъятность. Я вижу только то, что я вижу и пою о том, что я вижу. Иногда бывает так, что даже декомпенсированная сифилиния может быть компенсироваться сикотическим механизмом. То есть интенсивность десифилиния не настолько выражена и достаточно в качестве компенсатора сикоза. И мы видим такую картинку, когда компенсирована, например, сифилиния на психике, а на клинике мы видим ярко выраженный сикотический механизм. Например, гипертоническую болезнь на фоне атеросклероза с ожирением, там такие вот дела. Чисто сикотические проблемы. При детальном сборе анамнеза эта последовательность отслеживается вполне уверенно. То есть и тут мы видим Геринг, поскольку четко видна эта лестница от наиболее щадящих функциональных компенсаторных процессов царических, мы видим полстепенное сползание по лестнице миазмов вниз до самого глубокого, более глубоким травматичным механизмом, сифилиническим механизмом. Мало того, параллельно с этим мы видим встречный процесс по мере дрейфа миазма на сумме мы достаточно часто наблюдаем и встречный дрейф миазма на психике. Если изначально комплекс воздействующих факторов вызвал эмоциональную реакцию сифилинического характера, то по мере углубления травматичности компенсирующих процессов на сумме, по мере дрейфа миазма на сумме от 40 через сикоз к туберкулинию или дальше к сифилинию на психике мы видим встречный процесс, обратный процесс. Изначально декомпенсированный сифилини на психике может смениться или компенсированной сифилинической фазой, или процесс идет к глобусу и сифилини трансформируется либо в компенсированной туберкулинию. Должен отметить, что это было... Я вот лично это видел очень редко, когда декомпенсированная сифилини переходит в фазу компенсированного туберкулиния. Главное здесь понять направление, дрейф. Главное создать. Да, уметь это увидеть. Но чаще всего декомпенсированная сифилини потом трансформируется в компенсированный сикоз. Иногда процесс может подниматься даже до компенсированной псоры. Вот очень характерный случай, представленный в открытом доступе на форуме Александра Катока. Это описание знакомой родителей пациентки, которая, собственно, и привела их на лечение гомеопатом. Девочка 4 года, не самая тяжелая ДЦП, умненькая, добрая, ласковая. Все за нее болели и переживали. Пошла после 4 месяцев занятий иппотерапией в клубе, был праздник для всех. Девочка худенькая, маленького роста, сообразительная, кореглазая, добрая, стеснительная, осторожная с новыми людьми. Окладистая, любит быть на ручках, не любит быть одна, просыпается одной. Кушает все, занимается всем, что предложит, не претендуя на описание пациента, просто чтобы были видны перемены. Это все пишет, скажем так, добровольный консультант. Вот эта вот женщина, которая заинтересовалась гомеопатией, где-то что-то прочитала, то, сё, пятое, десятое, но любитель. Консультировались у доктора гомеопата. Назначена была пульсотила 6С, три горохи, один прием. После приема ребенка как бы обменили. Первый день после приема была очень вялой, как мешком пристукнутая. Появились высыпания мелкоточечные на больной ручке, затем на ножках и на крестце. На крестце с пузырями. Не чешутся, постепенно проходят сами в обратном порядке. Кажется хорошо, но не хочет ходить и даже стоять. Агрессия может ударить, если не по ней. Каприза и требования своего ни с чем не соглашаются. На руках не успокаивается. Если просыпается одна истерика. Раньше была удобная, теперь невыносимая. Не заболела, когда вся семья простыла, обычно легко простывала. Очень настораживает изменения психики. Также трудно понять, то ли не хочет ходить, то ли не может. Скорее именно не хочет. Доктор сказал, что все в порядке, нужно ждать. Но на девочку больно смотреть. Опять не ходит. Истерики без перерыва. Чего вообще не было. Меня очень настораживают такие симптомы психики и откат назад во всех наших достижениях последнего месяца. Прошло 17 дней. Улучшения нет. Это антигеринг. И надо что-то делать. Или действительно ждать, пока пройдет временное ухудшение отправленного препарата. Если все же второе, очень надеюсь, то зачем так мучить ребенка и семью? Почему не ослабить действие препарата? Ухудшение движений. Да, подобное. Ухудшение состояния психики. Тут нет подобия. А полная противоречия. Ребенок никогда не был агрессивным и раздражительным. Она плакала редко, ее хотелось утешить. А теперь постоянные истерики, агрессивное поведение. И хочется ее отшлепать, а не пожалеть. Я бы не волновалась так сильно, если бы был откат назад в состоянии хождения. Но при этом было бы хорошее настроение и общее улучшение психики. Скоро, три недели после приема высыпания, высыпания уменьшаются, а психико-эмоциональный фон ухудшаются. Цитата из Литла. Если физический симптом исчезает, например, экзема, зато у ребенка проявляются эмоциональные или психические симптомы, то это неправильное лекарство. Необходимо его отменить и пересмотреть уровень, пересмотреть случай. В данном случае физический тоже значительно ухудшился, не говоря о психическом. Поняла, что на сухих дозах процесс может идти 3-4 недели. Если бы было улучшение психики, то можно было бы ждать. Но этого нет. Увы, мне кажется, что надо останавливать этот процесс. Это все буквальная цитата с форума Катока. Как видите, вот какие грамотные у нас пошли любители. Что же произошло в этом случае? Это действительно антигеринг? А давайте посмотрим на этот случай, используя рекомендации Ганимана. На уровне сомы явная доминанта сефилиния, ДЦП, деструкции, искажения. Но самое искривленное дерево такие имеют, пусть и ограниченно, пусть и искаженно, возможность расти вверх. По сути дела, вся предыдущая терапия была направлена на то, чтобы максимально адаптировать ребенка на сефилиническом уровне. И как апофеоз этого варианта сефилинического адаптоза, девочка начала ходить. Плохо, неполноценно, сефилинический. На уровне психики компенсированная псора, девочка умненькая, добрая, ласковая, удобная. Что мы видим в динамике лечения? На уровне сомы регресс в плане ходьбы, то есть ее организм отказался от реализации компенсации на уровне сефилинии. И очень обнадеживающий симптом – появление сыпи на конечностях и на крестце. На уровне психики разительные изменения. Еще недавно милая, добрая, псорически удобная девочка вдруг становится неуправляемой, злобной, агрессивной. Иными словами, мы видим дрейфмиазматические доминанты на уровне психики от компенсированной псоры к декомпенсированному дуберкулинию. Какой ужас! У четырехлетнего ребенка такого никогда не было. Это, по мнению наблюдателей, явный антигеринг. А если подумать? ДЦП у ребенка стал развиваться тогда, когда мы еще не могли адекватно оценить особенности психики ребенка. Кроме того, мы ничего не знаем о периоде беременности, не о периоде внутриутробного развития, что за приключения были тогда в семье и вокруг семьи. Но, следуя логике патофизиологии, мы имеем полное право предположить наличие изначально существовавшего, как минимум, туберкулиния на уровне психики у этой девочки. С этого все и началось. Который был компенсирован соматическим сифилинием. Полноценно компенсирован. И мы видим милого, доброго ребенка с почти непрогрессирующим ДЦП. Или в нашей терминологии по мере компенсации на психике произошел дрейф миазма от туберкулиния к псори. Мы видим достаточно стабильную систему. Совершенно уверен, что помимо ДЦП там наличствуют еще какие-то хронические проблемы. Логика биологии просто обязана нас приводить к этой мысли. Но все прочие проблемы затеняются этой одной огромной проблемой – ДЦП. И мы видим в описании, не видим в описании никаких указаний на их существование. Но мы, врачи, обязаны понимать, что что-то там такое обязательно есть. Поскольку хронические болезни – это всегда комплекс минимум из двух нозологий. Но это так, к слову. После получения единственной дозы низкопотенцированного препарата вскрылась реальная причина происходящего. Основа патогенеза – ДТУБЕРКУЛИНИЙ на психике. То есть система стабилизировалась, и мы видим вполне явный герин, задавленный, загнанный в подсознание туберкулиний, вследствие действия препарата всплывает во всей своей красе. Однако паника родителей, недостаточность коммуникативных возможностей врача и родителей. Доктор в этот момент находился за сотни километров. И неполнота знаний, откровенная любительщина в оценке действий врача и оценки происходящего со стороны родителей и их консультантов приводит к тому, что процесс залип на стадии начального геринга. И от услуг гомеопатии отказались. А что же произошло на самом деле? У нас есть возможность подумать над этим, потому что продолжим мы эту беседу на следующей неделе. Как интересно получается. Ну, во-первых, есть информация к размышлению. И как часто эта информация приходит вовремя. Знаешь, Саш, мы специально не договаривались, но вот у меня на канале сейчас есть несколько параллельных эфиров. И интересно, что когда мы с тобой начинали, мы не знали, когда придет очередь разбора мясов, когда придет очередь разбора таких вот случаев. Именно вчера проводила в гомеопатике вместе с Академией доктора Джо Сайсека проводила четвертый вебинар по хроническим болезням. Он был посвящен сикозу и сифилису. И вот это упоминание о том, что одному человеку невозможно все это оценить с одной стороны, а с другой стороны, что есть группы гомеопатов, которые дальше продолжают развивать гомеосматический подход, использовать его в практике, дает такое основание к оптимизму, что этой информации будет достаточно для того, чтобы принимать правильные решения. Ну а сейчас я думаю, что есть достаточной информации. Прочитайте органом, прочитайте хронические болезни, послушайте наши предыдущие эфиры, вебинары доктора Джо Са. Я уверен, что к следующему разу у вас будет правильная оценка этого случая и предложение, как дальше себя вести. Саш, спасибо вам большое. Ждем следующих встреч. Счастливо, Рома. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова